Я буду служить. Больше, чем Могр и Громила. Я возьму его. Далее, конечно же, Кросшер. Мурлок-рыцарь. Легко. Трусильвер. Легко. Я не люблю скверно-бота на паладине. Я не считаю, что это тот класс, которому нужно скверно-бота брать. Лучше сквернизон командера. Вот это нормальная, в принципе, карта. Даже если она приходит на топ-деках, да, то есть делать ещё одного дополнительного парня. Ну, по сути, как раз за Фрэнк Хантер получается. Ну, что ж, ладно. Тем более комбинация с Мурлоком, почему нет. Труп поинтереснее, чем продавец закусок, я считаю. Я возьму его. Огр и Громила лучше, чем Печать Света. Да. Ну, мне не хочется брать четвёрку рыцаря из Штормграда, но, видимо, это единственный вариант. Чё, мне четыре четвёрки пока есть. Три четвёрки бы есть пока. Ну, будет четыре четвёрки, хорошо. Ментального технику уважаю больше, чем Сумичного Дракона, пока дрова у меня не видится большого, поэтому... Давай. Миротворь, значит, с Жонглёр Кинжалами отличная карта. С удовольствием бы взял на Паладина, тем более под Командира Гарнизона, под Мурлока. Ну, Алдор Пискипер, он намного важнее. Механо-сборщик. Двойка, которая мне нужна. Двойку у меня нету. Ну, механический Ети, механизм ещё один. И хорошая четвёрка. Грязевик похуже, чем Защитник Королей. Хоть мне, конечно, хочется взять семёрку. Хочется взять двойку, вернее. Но всё же Защитник Королей я предпочту, наверное, здесь. Словный насмешник или отмщение. Хм... Ну, если мы обратимся к Тирлисту... То мы там увидим, конечно же, что... Насмешник будет намного лучше. С чем я, в принципе, и согласен. Да, Avenge, Avenge, Avenge. Нет, Паладин. Avenge 58. Evil Cackler 66. Но тут такой момент, что у меня слишком много четвёрок. И, может быть, мне лучше ставить взять карту побыстрее, да? Чтобы хоть как-то держать стол получше. Попытаться. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Пять четвёрок из пятнадцати, из пятнадцати карт. Много. У меня же по-любому ещё что-то зайдёт. Я возьму Avenge. Первым бегом никогда бы так не сделал, но здесь возьму. А на Бесад часовой или древний исцелятор? Ну, а на Бесад для Паладина должен быть довольно неплохой. Лучше, чем исцелятор. Тем более, у меня Защитник Королей есть. Трусили вы мне. Возьму то, что более ценно. Значит, Горилла Бот может быть очень хорошую эту колоду. Раз, два, три, четыре механизма у меня есть. Но, с другой стороны, Квалдира Налютчик, опять же, можно два раза с помощью Гарнизон Командора его раскачать. И по умолчанию более лучшей карты. Ну, в общем, нежелательно хоть какой-то дров иметь. Да? Не, я возьму Квалдира. А Горилла Бот, если бы, я не знаю, ещё бы два механизма. Всё же четыре, это не потенциально, если у меня четыре и останется, ну или хотя бы пять, это немного. Более пяти мне нужно. А четыре или пять у меня может остаться. Поэтому давай Квалдира. Уза. Да, я, конечно, возьму Уза, хотя и уважаю его, но мне нужна двойка. Легендарные карты. Но... Великий Вор Рафам. Великий Вор Рафам. Да, или да, но я не сильно-то и ценю. На паладине. Ни одного Сайланса. Ни... Одного... Не знаю, о чём. Ни одного таунта, да, таунгивера. Давайте посмотрим, значит, что у нас есть. У нас есть. Грим Патрон. Восемнадцать. Аааа... Где он? Водчер. Водчер. Два. И где-то девочка у нас есть. Где у нас есть девочка? Лайт Уорден. Двадцать. Ну, наверное, действительно, Уорден будет поинтересней. Наверное, Уорден будет поинтересней. Опять же, у меня мало старта. Ну, она хотя бы на один-два хоть что-то может сделать. Ну, и даже есть пару способов её раскачать до три-два. Да, давай я возьму её. Оу, это трудный выбор. Ааа, ну, я точно не буду брать Защитник Королей. Значит, эээ... Нет, эээ... Печать Королей самый простой. Да, просто Печать Королей. Берём. Печать Света лучше, чем Ракетчица. Я возьму Печать Светом. Ещё одна баф, ещё один. Хранительный Солдамана топ. Равенство... Ну, хорошо, Равенство. Эээ... Боец Арены вместо Служителя Боля. Да, скорее всего. Ещё один Тру Сильвер. Одержимый Ползун. Отличная двойка с превеликим удовольствием. Уборочный Голем поинтереснее, чем, эээ... Значит, Призрачный Рыцарь Пятёрки у меня. Две Пятёрки? Ну, ладно, это нормально. Да, Уборочный Голем лучше. Защитник Мукла. Имба. Ну, Горный Элегант совершенно не котируется. Если бы у меня не было... Ну, довольно всё плохо. Раз, эээ... Два, три, четыре. Пять. Пять всего единиц двоек. Мне, вроде, хочется взять его. Тем более, у меня есть там пару бафов с ним. Это Блазинков Кингса. У меня есть, значит, Кипер Фулдаман. Где там? Где она? Вот она. У меня есть Мукла. Ну, хоть это такой себе баф для Ауза. Ну, вообще, возложение рук явно лучше. Да, я всё же возьму возложение рук. У меня довольно хорошие тройки. У меня довольно сильные четвёрки. У меня есть два серебряных клинка. Я кое-как выдержу. Ледяной Элементаль нафиг мне не нужен. Мне нужен лучший старт. Когда у меня нету старта, зачем мне шестёрка? Это же ерунда. Нет, Ледяной Элементаль хорош, но он совершенно не вписывается в колоду. Вот я о чём. Ну, что ж, давай, да, наверное, возложение рук мы возьмём. Всё же нет. Ну, что сказать по колоде. Колода, выживающая в лейте, просто убивающая в нуле. Да, дрова у меня только возложение рук, но этого достаточно. Правильно? Больше нету дрова. Больше нету дрова. Ну, у меня очень сильные все карты в лейте. И я, значит, начинаю с троек и четвёрки хорошие. Да, я как бы буду переламывать в этот момент. Начало у меня, конечно, слабое. Но у меня есть содержимый ползон, что сильно. И механосборщик, что, в принципе, сильно сильно. А равенство, ну, может, когда-нибудь зайдёт. Тоже хорошо. Так что, в принципе, надеюсь, довольно много делать эта колодика. Что такая. Резì. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...